Местные уверяют, под нож ежедневно идут живые деревья. В муниципалитете оценка ситуации пока не готова. Тем временем завсегдаты и лонжероны борются со строительством по мере сил. Тяжелая техника расширяет набережную пляжа Лонжерон. Там, где работает экскаватор, еще недавно были газон и деревья. Теперь пыль, бетон и тротуарная плитка. Сергей работает десятки метров от стройки. Мужчина уверяет, под снос уже пошло с десяток живых деревьев. Проходят по зеленой зоне грузовики, большегрузная техника, бульдозеры, экскаваторы. Ночью работают бензопилы, вырезают зеленую зону. Предприниматель уверен, это только начало. Сергей решил защищать зеленую зону. Дорогу, по которой ездили самосвалы, он перегородил своей машиной. Должен быть какой-то баланс, я считаю, между бетоном и зеленью. На стройке трудятся строители в фирменных майках дельфинария Немо. Зеленых деревьев они якобы вообще не видели. Старшего на площадке нет. Копают, что называется, отсюда и до обеда. Я делаю свою работу, потому что мне дали звание. Дальше час старшего нет. Будет, я не знаю, кто его за. Мне дали работу, я ее делаю. Все. В горзелентресте рассказывают, уже направили в район дельфинария инспекторов. Результатов проверки пока нет. Будут ли они вообще? Вопрос. Большинство возможных улик уже уничтожили экскаваторы. Константин Гак, Константин Должневский, Антон Доценко, 7 канал. Константин Гак, Константин Гак. Константин Гак, Константин Гак.